Всем привет! С вами InformTV. Юмористический журнал «Яролаш» вышел впервые на экраны 46 лет назад. Неудивительно, что многие дети выросли, но, к сожалению, других актеров уже вовсе и нет с нами. Алексей Фомкин. Свою культовую роль он сыграл в фильме «Гости из будущего», но дальше с творческой карьерой не задалось. В феврале 96-го он погиб в результате пожара. Вера Иванко. Девушка снялась в нескольких выпусках и мечтала о карьере актрисы. Она поступила во ВГИК. Что случилось с ней дальше непонятно. Осталось до сих пор множество вопросов, но девушку сбил поезд. До сих пор не ясно, кто в этом виноват. Ее не стало в 2013-м. Начинающей актрисе было 20 лет. Антон Наркевич. Этого мальчишку в очках помнили все. Он в детстве очень часто снимался, например, в картине «Усатый нянь». Но с актерством во взрослой жизни у него не задалось. Некоторое время Антон работал на телевидении, потом в банке. Не стало его в 2016-м из-за болезни сердца. Ему было 48 лет. Максим Пучков. Он мечтал о карьере кинооператора. Хотел быть похожим на отца. Закончил в ГИК, но судьба распорядилась иначе. Его не стало в 1998-м году из-за диабета и осложнений туберкулеза. Ему было 30 лет. Александр Варакин. В 90-х он связался с криминалом. Актером так и не стал, хотя в детстве снялся в культовой картине «Каникулы Петрова и Васечкина». Александра не стало в 2002-м году из-за передозировки. Николай Румянцев. Он помимо «Яролаша» снимался в фильмах, но после «Армии» не стал учиться на актера. Несмотря на то, что актером он так и не стал, был счастлив. У него была хорошая семья, а работал он в сервисном центре сантехники. На свою жизнь никогда не жаловался. Не стало Николая в прошлом году. Ему было 54 года. Пишите в комментариях, кого из этих актеров вы помните. Если вам нравится юмористический журнал «Яролаш», ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!